Олимпийские игры 2016 в Рио подошли к концу, а наша область уже готовится к следующим. В региональном Олимпийском совете прошло совещание, посвященное развитию лыжного спорта, биатлона и отрасли вообще. Кроме того, собравшиеся подвели итоги развития спорта за последние 10 лет и пришли к выводу. Благодаря грамотной работе руководства наш регион по праву можно считать кузницей спортивных кадров. Среди построенных объектов Ледовый дворец, который стал главной площадкой чемпионата мира по хоккею с мячом, множество фоков, центры развития физкультуры и спорта. Часть из них стала площадками для реализации комплекса ГТО. Помимо русского хоккея, базовым для нашего региона является и биатлон. Для его развития в Ульяновске уже есть заволжская площадка на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Заря». По инициативе главы региона ведутся работы и по созданию биатлонной площадки в Виновской роще. У нас не только массовый спорт начал развиваться, очень большое количество прилив детей пришел, но и также высокие результаты в биатлоне. Есть Шопин Юрий, который находится в сборной команде страны. Есть младший состав, который уже в сборной команде, юношеский состав, который готовится непосредственно к юношеским олимпийским играм. А вот лыжное направление в регионе пока не особенно развито. Заниматься этим видом спорта начали всего несколько лет назад. Мастеров спорта Ульяновская область к играм не подготовила, но к следующим планирует. Все необходимое и тренеры, и площадки для этого есть. На данный момент спортсмены у нас выезжают все возраста на официальные соревнования, что первенство России, что чемпионаты страны. То есть благодаря руководству есть возможность ехать на соревнования. И есть уже такие плоды, как призовые места. Это на зональных соревнованиях, это на первенстве Приволжского федерального округа. У нас есть медаль оттуда. Со всероссийских соревнований у нас есть тоже медаль. Напомним, трое ульяновских спортсменов вошли в состав Олимпийской сборной России. Кроме того, регион активный участник всероссийских акций «Оранжевый мяч», «Лыжня России», «Российский азимут» и других. Меры по поддержке спорта позволили за 10 лет увеличить процент ульяновцев, занимающихся физкультурой с 19 до 33%. Андрей Творгов, Юрий Конихин. Новости ульяновской правды.